Это когда его пахали? Сосна выросла. То есть мы ничем. Вот представьте, вот отсюда палка идет, и что? Вот это что-то когда ела. Совершать вечерние променады в лесном массиве около поселка Новокрученецкий зачастую бывает не совсем безопасно. Можно оступиться и получить перелом. Всему виной обилие вот таких углублений. На первый взгляд, тривиальная Пашка должна была стать защитой поселений от пожаров, и, смеем заметить, поначалу именно так и было. Однако с годами преграда стала головной болью для местных жителей. Рвы заросли травой, да и само углубление стало в разы меньше. Состояние полосы не особо заботило людей, но огненная стихия, пришедшая сюда накануне, заставила всех очнуться. Ну я узнала, мне соседка позвонила. Берите документы выходите. Извините, в чем? Вот так, как есть? Очень красиво. То есть эвакуация была, да? Ну, в принципе, официально я никто не объявлял. На улицу выбегали все, кто и в чем был одет. В руки взяли первые попавшиеся подручные средства, ведра, лопаты и бежали на свет пламени. Все ради одной цели – спасти свои дома. Люди пожилого возраста, трясущимися руками, раз за разом водили на дисплеях телефонов заветные цифры, молили о помощи пожарных. В ответ сухое. Звоните, когда огонь подойдет к домам. Тогда и поможем. На подмогу подоспели лесничие, но их было настолько мало, что справиться со стихией удалось не сразу. С двух часов, наверное, с 14 часов. Не, в час уже горело. Горело в час. Горело в час. Ну я с того пожару в час. А до соседка в час эвакуации? А до скольки вот это самое такое? До скольки, до темноты уже работали. Сегодня с раннего утра. По ночи его. А ночью стояли же машины. Да. С нетерпением ожидали зампреда правительства Забайкальского края Андрея Горулева. Но чиновник на помощь страждущим не спешил. Вполне вероятно, что был занят чем-то более важным. Например, избавлялся от приставки ИО в названии своей должности. Ведь именно 29 апреля несколько представителей власти стали на шаг выше по карьерной лестнице. На место возгорания прибыл лишь первый заместитель министра природных ресурсов края Заур Апоев. Поговорить с которым жителям так и не удалось. Апоев-то вы сколько сюда приехали? После обеда. После обеда. И сколько по времени? Часа в четыре, в пятом. Кто, министр? Да, ну вот так. Ну, минута три. Ну, вот сколько мы с вами быстрым шагом до моего дома пойдем? Вот я до дома дошла. Три, три больше. И он уже вот по дорожечке и вниз туда. Впереди УАЗик. Потому что через ИНГ его надо перевезти. А то он заблудится. И все. Здесь будто плачут деревья. Смола скатывается по их тонким стволам и застывает в виде слез. Только что зацветший багульник словно символ последнего вздоха на овоющей от боли земле. Помочь некому. Силы неравны. Рабочих рук мало. Из техники лишь две машины. Об авиации речи, естественно, не идет. Лес окутан дымом, словно туманом. Где-то там, за несколько километров от этого ада, в кабинетах, сидят чиновники и обещают. Все обязательно станет лучше. Дарья Калинина, Никоновак, Николай Шунков. ЗАП-ТВ.